Всем привет дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать когда же выйдет iOS 13 Beta 4 Что хотелось бы сказать об этой iOS то есть у нее будут изменены внесения такие как исправление каких-либо мелких багов таких вот допустим как здесь вот когда перетягиваешь бывают какие-то такие наложения где должны быть уведомления они как-то перевод нет это у нас пришло с вайбера но здесь бывают такие какие-то фрезы баги на этом у меня были вчера сейчас их нет но сам факт что мы увидим в этой iOS данные от именно бетки то есть она будет направлена на какую-то коррекцию бага у каких-то небольших опять же улучшена будет стабильность батареи будет стабильно падать хотя она уже на третьей бетке намного лучше работает чем на тех предыдущих которые были и как бы опять же по каким-то мелким багам там где-то синхронизация по bluetooth вай-фай там сотовые данные carplay музыка там еще быть может где-то как-то с чем-то но незначительная то есть это будет коррекция каких-то багов но когда она будет то есть мы знаем что второго по моему числа вышло у нас третья бетка четвертая бетка ожидается где-то с 10 по 12 число опять же не забываем то что есть те кто установил фидбэк то есть для чего он нужен это те люди которые установили iOS 13 бета версии неважно это для разработчиков или публичная бета будет здесь очень важно когда вы перейдете отправляйте сообщение если у вас есть какие-то баги вы всегда их опишите выберите и как бы здесь это будет связь с разработчиками те которые занимаются данной беткой то есть чем больше мы будем писать о багах тем больше они будут вносить исправление и тем больше она будет стабильная она сама по себе стабильная очень быстрая действительно то есть я всегда пользуюсь ней в энергосберегающем режиме и записываю видео в энергосберегающем режиме можете сами посмотреть и как бы это сразу же вдвое меньше производительность падает устройство но при этом он классно работает То есть при записи может быть где-то что-то подлагает, но опять же это такой iPhone SE, он сам по себе быстрый и как мы знаем, что минимальная установка это от iPhone 6, то есть SE и выше, почти ниже уже никак. Так же знаем, что на iPhone 7 не попало обновление, по этим причинам мы не знаем почему так, потому что это знают сами разработчики, но это уже не столь важно, у нас сейчас тема не об этом, а именно о данной бетке, то есть iOS 13 и iOS 4. Смотрим внимательно за моими новостями, так же я буду это выкидывать в сообщество, я уже выкидывал какие будут обновления, заходите, смотрите, оставляйте ваши комментарии, делитесь, может где-то что-то мне нужно будет записывать, может Geekbench тесты вылаживать, либо же просто скорость работы, либо же, ну не важно, на ваше усмотрение, что вам нужно, давайте мне советы, будем работать, сотрудничать вместе и обсуждать эти темы. Я вас буду держать в курсе, я вам конечно не советую ставить бетку, потому что она может быть нестабильной, может телефон зависнуть на шнурке, либо на яблоке, либо на вечной перезагрузке, это опасно, вам проще зайти сюда, посмотреть, поделиться вашим мнением, обсудить какие-то вопросы, какие-то недочеты, а потом уже будет релизная версия, можете спокойно ставить. Но всегда вас предупреждаю о том, что если вы будете устанавливать данную бетку, либо какой, не важно, либо бета-версия, либо релиз, всегда делайте резервную копию в iTunes на компьютере, в iCloud на вашем устройстве, чтобы себя безопасить от потери данных. То есть, если вдруг что-то пойдет не так, вы всегда можете очень легко восстановить и не переживать, потратите, сэкономите трату ваших нервов и вашего времени. Вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик и не забывайте подписываться на мои соцсети. Всем пока!